Добрый день. Я приветствую всех на моем интеллектуальном проекте «История музыки по десятилетиям». И сегодня мы поговорим о втором десятилетии 17 века с 1610 по 1619 годы. Так как это десятилетие является одним из самых значимых лично для меня, наиболее интересных и наиболее ярких, то я позволю себе поговорить о нем чуть больше, чем я это делал о других аналогичных исторических отрезках. Второе десятилетие 17 века можно разделить на три крупных блока не по времени, а по жанрам, которые в это время активно развивались. И первый блок – справедливо отдать развитию драмы на музыке. Тех самых представлений, которые в последующем будут названы операми. Оперный жанр в это время получает самое разнообразное наполнение. С одной стороны, можно наблюдать линию прямой, непосредственной преемственности с операми предшествующего десятилетия. Прежде всего с оперой Клаудио Монтеверди «Архей» и с оперой Марко да Гальяно «Давно». К такого рода произведениям следует отнести Арфео де Ленте, или печального Арфея, композитора Доминика Белли. Эта опера была поставлена в качестве интермедий к драме Аминта Тарквата Тасса и была поделена на пять соответствующих частей. А исполнена она была впервые в 1616 году, и это единственное крупное и значительное сочинение, которое сохранилось до наших дней от этого композитора. Это один из немногих примеров ранней оперы, оперы второго десятилетия 17 века, которые сейчас доступны в хорошего качества аудиозаписях. Поэтому я позволю себе немного о ней сказать. Опера Доминика Белли не просто наследует Арфею Монтеверди, непосредственно обращаясь к тому же сюжету, и непросто наследует Дафни Марко де Гальяна, развивая именно трагическую сценическую драму, Доминика Белли существенно обогащает эмоциональный спектр сценических ситуаций, делая их более острыми, более драматичными, наследуя все наиболее мрачные интенции, идущие от творчества Марко де Гальяна, но реализуя это и новыми техническими средствами. В частности, в безутешном Арфее Доминика Белли существенное количество диссонансов использовано, значительно больше, и чем мы их можем найти у Монтеверди, и чем мы их сможем найти у Марко де Гальяна. И тем не менее, Арфея Белли стоит все-таки отнести к линии наследия, преемственности этих первых опер. Совершенно другая линия оперы 2-го десятилетия 17-го века должна быть представлена оперой Танкред Джералама Джакоби. У меня нет никаких данных по поводу того, сохранилось ли это музыкальное произведение или нет. Записи его, к сожалению, не существуют, но важен сам факт, принципиальный факт того, что это первая в истории опера, которая была написана на рыцарский сюжет. То есть она повествует, что явствует из ее названия о Танкреде, о участнике первого крестового похода. А это значит, что именно с оперы Танкред Джералама Джакоби запускается одна из основных традиций оперных спектаклей, не только эпохи барокко, но и более поздних столетий, более поздних стилевых интенций. Это рыцарская опера. К сюжету о Танкреде будут обращаться неоднократно композиторы последующие десятилетия. И очень жалко, что этот музыкальный сценический опус невозможно нам сейчас послушать. Потому что было бы весьма интересно, как рыцарский сюжет будет решаться композитором в начале 17 века. Наконец, третья тенденция, которая реализуется в оперных спектаклях во втором десятилетии 17 века, связана с именем одного из крупнейших оперных композиторов 17 века. Это Стефана Ланди. В 1619 году он ставит оперу «Смерть Орфея». Но, во-первых, эта опера является своеобразным сиквелом всех предшествующих сюжетов об Орфее и Вредике. И надо сказать, что сюжет здесь весьма прихотлив, не особо последователен. Но основная канва сюжетная может быть сведена к тому, что Орфею не удается вывести Ивредику из мира мертвых. После чего он сетует на вино, на любовь, на женщин, чем обижает бога Вакха. Соответственно, возмездие приходит к Орфею от этого божества, его разрывают в Акханке. После чего Орфей спускается в преисподнюю, где обнаруживает, что испившая из реки забвение лета Ивредика о нем не помнит. И в таком случае он возносится на небеса по решению божеств. То есть окончание этой оперы, в общем-то, позитивно. И тем не менее, сюжет весьма и весьма непривычен. Он не похож на оперы, которые создавались в первое десятилетие 17 века. Опера была обозначена Стефано Ланди как трагикомедия. Так что если в случае с Танкредом Джакоби мы имеем принципиально новый сюжет, ранее не встречавшийся в опере, до этого оперы были либо морализаторского толка, основанный на христианской проповеди, как в случае с Эмилио де Кавальери «Представление о душе и теле», либо оперы, играющие в реконструкцию античного театра, как в случае с бесконечными Орфеями Ивредиками и Дафнами. В случае с Танкредом Джакоби мы встречаем полное обновление сюжета. Это рыцарский сюжет. В случае с смертью Орфея Стефано Ланди мы впервые встречаем обновление самого жанра. А оперы до Стефано Ланди – это оперы, наполненные очень высоким пафосом. Это высокие драмы. Опера Стефано Ланди «Смерть Орфея» – это трагикомедия. В ней есть и комические эпизоды. И вот что важно. Именно такой тип оперы, оперы, запущенной фигурой Стефано Ланди, станет базовым для барочной оперы 17 века. Все наиболее известные барочные оперы 17-го столетия, середины его, будут трагикомедиями. Высокая степень комического начала, даже в таких драмах, как Коронация Попеи, Клаудио Монтеверди, я уже не говорю о наиболее известной, наиболее исполняемой в 17 веке опере «Езон» Франческо Кавалли, где комические, драматические, отчасти даже трагические сцены мирно сосуществуют между собой. Все это можно найти в виде зародышей в зачаточном состоянии в опере Стефано Ланди «Смерть Орфея». Совсем другой жанр, совсем другая традиция, о которой нельзя не упомянуть, говоря о втором десятилетии 17 века, это мадригал. В эти годы мадригалы, поздние мадригалы доходят до своих пиковых, наиболее значимых воплощений. И здесь хотелось бы упомянуть о трех основных авторах, трех самых значительных фигурах, которые внесли вклад в развитие жанра мадригала. И начать, наверное, стоит с фигуры Карло Джезуальдо. В это десятилетие Джезуальдо публикует пятую и шестую книги своих мадригалов. Именно последняя, шестая книга мадригалов Джезуальдо является наиболее революционной, наиболее новаторской, в которой он активнейшим образом использует хроматизм, сложной непривычной гармонии и, что еще более важно, сложнейшие перепады эмоциональных состояний, которые должны воплощаться вокальным ансамблем. Это очень сложные пьесы и по сей день, хотя мадригалы Джезуальдо хорошо исполняются, это все можно послушать в записи. И, конечно же, именно поздние мадригалы Джезуальдо в первую очередь напрашиваются на сравнение с живописью Микеланджело да Караваджо. Мощнейшие светотени, отчасти болезненные, двусмысленные, лики, состояния, ситуации. Это производит очень сильное впечатление и где-то находится между маньеризмом и ранним барокко. Другой автор, о котором я никак не могу не сказать, автор один из самых недооцененных в эпоху раннего барокко, выдающийся композитор, внесший неоценимый вклад в развитие жанра мадригала, это Сиджизмондо Дендия. Несмотря на свою фамилию, к Индии он имеет самое посредованное отношение, он получил такое прозвище по реке Индия, возле которой он родился. В русском языке можно встретить иногда не совсем корректный перевод Сиджизмунд Дендия. Именно в такой версии можно найти записи его музыки, в частности, на известном ресурсе погружения в классику. В втором десятилетии 17 века Сиджизмондо Дендия создает самые значительные свои мадригальные сочинения. Он выпускает книги мадригалов с второй по пятую. Сиджизмондо Дендия считается непревзойденным мастером сольного мадригала. В своих сольных мадригалах он достигает неимоверной художественной глубины и следования за стихом, за словом. Ему удается максимально психологизировать пропиваемый, отчасти даже, можно сказать, произносимый текст. Сольные мадригалы, по сути, являются микрооперными сценами. И в этих самых сольных мадригалах надо сказать, что Сиджизмондо Дендия предстает абсолютно самодостаточным, уникальным мастером, которого можно поставить в один ряд с такой фигурой, как Клаудио Монтеверди. Однако Дендия не так повезло, о нем мало кто знает, и несмотря на то, что многие известные современные барочные исполнители включают его мадригалы в свой репертуар, тем не менее для широкой публики он по-прежнему остается совершенно неизвестной фигурой. Однако Сиджизмондо Дендия прославился не только сольными мадригалами, то есть своеобразными микроариями, но и был мастером ансамблевого мадригала. И здесь следует отметить одну из моих любимых, третью книгу мадригалов этого композитора, полностью выстроенной из ансамблевых пьес. Здесь также, как и в мадригалах Аджезуальда, можно найти очень сложные перепады настроений. Может быть, он не столь активно использует хроматику неустойчивой гармонии, то есть стили этих авторов, безусловно, очень отличаются, но по разнообразию интонации надо сказать, что равных у Сиджизмондо Дендия либо вовсе не было, либо следует назвать только фигуру Клаудио Монтеверди. Прочих конкурентов в этой сфере мы у него найти не сможем. Ну, и я уже неоднократно сегодня упоминал имя Клаудио Монтеверди. В втором десятилетии 17 века Монтеверди создает две книги мадригалов. Это шестая и седьмая книги мадригалов, созданные в 1614 и 1619 году. О мадригалах Монтеверди сложно что-то сказать, про них много есть информации, они достаточно широко исполняются, поэтому я хотел бы сделать акцент скорее на авторах, о которых вспоминают реже, чем о таком мэтре, мастере, который для современного человека является едва ли не символом раннего барока в принципе. Ну, и если речь идет о мадригалах, то нельзя не упомянуть, что именно в это десятилетие один из первых великих немецких барочных композиторов Генрих Шутц выпускает свою первую книгу мадригалов. Так что немецкие барочные композиторы тоже выходят на арену, и с этой арены они уже не сойдут никогда. И, наконец, третий жанр, о котором нельзя не сказать, когда мы говорим о втором десятилетии 17 века, это жанр сонаты, прежде всего скрипичной сонаты. В 1600 году такой композитор, как Джованни Паула Кина, выпускает первый сборник, который можно охарактеризовать как сборник скрипичных сонат. Вероятно, это были первые произведения, написанные специально именно для скрипки, а не для какого-нибудь там инструмента, то есть флейты, рекордера, скрипки, корнета и так далее. Музыка в эпоху раннего барокка очень часто создавалась без привязки к конкретному тембру, однако здесь этот тембр обозначен. Другой важнейший инцидент происходит в 1613 году, когда композитор Соломон Росси публикует сборник, по сути являющийся сборником первых в истории трио-сонат. Появляется жанр трио-сонаты. Жанр трио-сонаты – это жанр двойной сонаты, где два сольных инструмента играют в сопровождении цифрованного баса. В случае с пьесами Соломона Росси такими инструментами была скрипка, корнет и цифрованный бас без указания тембра. Несмотря на названия, которые им часто приписывают сонаты, это были маленькие пьесы, чаще всего около двух минут звучания, и, конечно же, они не могут быть рассмотрены как полноценные сонаты, которые мы знаем по музыке позднего барока. И тем не менее, именно эти первые произведения и в жанре сонаты, и в жанре трио-сонаты следует считать отправными точками всех сонат, которые создаются вплоть до наших дней. Но самой важной фигурой в жанре сонаты из скрипичного искусства, в принципе, безусловно, следует назвать величайшего новатора раннего барокко – это композитор Бьяджа Марини. В 1617 году он публикует свой сборник, обозначенный опусом 1, который называется «Музыкальные аффекты». Это одно из наиболее знаковых произведений инструментальной музыки раннего барокко. именно там Марини впервые использует прием тремола на смычковых инструментах, которое в последующем будет подчеркнуто и перенято Клаудио Ментеверди. Конечно, это еще не было тремола в полном смысле этого слова. Это были относительно медленные пульсации одинакового тона, одинакового звука. Но сам факт обращения Марини к этому приему демонстрирует разрыв между инструментальным исполнительством и хоровой музыкой, для которой этот прием был совершенно чуждым. Так что Марини заявляет о том, что инструменты не просто должны играть переложения хоровой музыки, лишь колорируя их, как было принято в музыкальном искусстве конца 16 века. Марини говорит нам своей музыкой о том, что инструментальная пьеса, инструментальное искусство имеет самодостаточные приемы и должно активно ими пользоваться. Также в музыкальных аффектах у Марини мы находим, вероятно, первые в истории фразировочные лиги, которые он ставит для скрипки. Так что Марини, безусловно, нужно считать одним из самых-самых ярких инструментальных новаторов. Он продолжит свои инновации и в следующее десятилетие 17 века. Там он развернется уже по полной и выведет скрипичное исполнительское искусство на очень высокий профессиональный уровень, но коренится его реформа или инновации в области этого молодого на тот момент инструмента и молодого как такового искусства, инструментального исполнительского искусства именно во втором десятилетии 17 века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok